Завтра 12 февраля 2022 года на освещенной лыжной трассе в 12.00 у нас пройдут старты всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Поучаствовать в соревнованиях приглашают всех гостей и жителей города. Участников будут встречать горячим чаем и сладостями. Возрастные ограничения от 8 лет. Дистанции будут 200-800 метров, 1 и 2,5 километра. Проведены работы по прокладке трасс. Километр будет для маленьких любителей спорта, 2,5 километра круг для остальных участников соревнований. На данный момент поступило около сотни заявок на участие, как от любителей лыжного спорта, так и от общеобразовательных школ города. По завершению лыжни воспитанники спортивной парашютной школы устроят показательные прыжки. Любовь Голимбевская, Олег Калугин. Магаданское время. Ежегодно в феврале проходит месячник военно-патриотического воспитания. В галерею боевой слабы приходят воспитанники клуба «Подвиг», учащиеся разных школ города Магадана, техникумов и колледжей. В этом году мы проводим этот месячник под эгидой спорта. Дело в том, что Государственный музей спорта, который работает в Москве, передал в дар нашему музею такой набор плакатов, комиксов и книг, рассказывающих о спортсменах, которые совершили в годы Великой Отечественной войны свой подвиг. Эта тема очень вовремя совпала с проведением зимних Олимпийских игр. На месячнике можно узнать о истории возникновения ворошиловских стрелков. Плакаты рассказывают о многих героях, о их истории, подвиге и достижении. Не все спортсмены вернулись с войны, к сожалению, но вот их пример, их обычные люди, по сути дела, такая же молодежь, как нынешняя. Вот их пример, конечно, очень важно донести до детей. Музейный комплекс в Муниципальном центре культуры рад приветствовать всех желающих на своих экскурсиях. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко. Магаданское время. Пять магаданских учеников презентовали свои работы на конференции в Москве. Это была 16-я открытая международная конференция старшеклассников и студентов образования, наука и профессия. 80 человек представляли свой регион очно, более 500 работ рассмотрели дистанционно. Из пяти магаданских участников трое стали призерами, заняли два вторых и третье место. Занимались с ребятами специалисты магаданского центра «Перспектива». Работы на конференции были представлены разные. У магаданских ребят, начиная от медицины, биологии, заканчивая историей, ну, секцией истории, а также это и научные проекты, связанные с научно-технологическими прорывами. Написать проект – это одно, а из него сделать научно-исследовательскую работу – это уже совершенно другое. И поэтому хвала и педагогам, те, которые начали готовить детей, и методистам отдела наука. И педагогов, и детей поздравили с победой. Участие в таких конференциях помогает ученикам заработать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Предприятию Галут на работу требуются. Телефон 220-311. Музейный комплекс Магадана приглашает всех желающих посетить выставку «Белоплечий орлан. Гордость Магадана» в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве юных магаданцев. Экспозиция проходит в рамках выставочного проекта «Город у моря Охотского». В заповеднике Магаданский обитает самый крупный орел мира, занесенный в международную и красные книги. Один из способов привлечения внимания к необходимости сохранения хрупкой северной природы, проблемам краснокнижных птиц и экологического просвещения жителей Магаданской области – проведение городской выставки «Белоплечий орлан. Гордость Магадана». Для взрослых продемонстрируют научно-популярный фильм, дети могут раскрасить картинки, а все желающие совершить путешествия по карте заповедников России. Время работы по субботам и воскресеньям с 12 до 18 часов. Выставочный павильон парка «Маяк». Вход на выставку свободный. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, сообщает о проблемах с вашей банковской картой, просит продиктовать код. Будьте бдительны, это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, либо лично посетите офис вашего банка. То тепло, то холодно, то снегопад, то мороз. За последние две недели погода в Магадане менялась очень часто. Что же нас ждет в следующие выходные, узнаем вместе с жителями областного центра. В субботу и 12 февраля в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до минус 23 градусов, днем до минус 16. Атмосферное давление очень высокое, 761 миллиметр ртутного столба. Ветер легкий, северный, до 2 метров в секунду. Влажность комфортная, 55%. В воскресенье, 13 февраля в Магадане, переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 20, днем минус 16. Атмосферное давление очень высокое, 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду. Влажность комфортная, 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова